Научившись работать с вводным выводом в стиле C++, очень легко обучиться работе с файлом. Для того, чтобы работать с файлами в C++, можно использовать библиотеку Fstream. Данная библиотека работает очень похоже на то, как работает библиотека Eostream. Только в библиотеке Eostream мы работаем со стандартным вводным выводом, а здесь в качестве ввода-вывода мы будем использовать файл. Для того, чтобы подключить эту библиотеку, нужно точно так же указать заголовочный файл Fstream и написать using.nate.space.std. После этого, для того, чтобы открыть некоторый файл на чтение, то есть для того, чтобы прочитать что-то из файла, определяется переменная типа Eostream, и в качестве инициализирующего значения этой переменной в скобочках передается имя файла. Это имя файла может быть с путем и без пути. Если это просто имя файла, тогда файл ищется в текущей папке, то есть в той папке, в которой вы запускаете программу. Если вы указали путь, относительный или абсолютный, то, соответственно, это будет файл, который находится по данному пути. После этого переменную input можно использовать так же, как мы использовали слово seeIn. То есть из этой переменной можно что-то считать. Например, можно считать строку, содержащую имя. Аналогично происходит работа с теми файлами, в которые мы хотим что-то записать. Для того, чтобы открыть такой файл, надо создать переменную с типом offStream и в качестве инициализирующего значения передать имя того файла, в котором мы хотим что-то записать. После этого мы можем использовать переменную output так же, как мы используем seeOut. То есть в эту переменную можно записывать произвольные значения. Например, можно записать туда high и значение переменной name. После этого записать туда конец строки. Важно отметить, что файлы открываются в момент определения переменной, а закрываются в тот момент, когда переменная перестает существовать. То есть при выходе из соответствующей функции или при выходе из соответствующей области видимости. Продолжение следует...